Никаких нарушений воздушного пространства Турции российскими самолетами, которые участвуют в антитеррористической операции в Сирии, в последнее время не было. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. Обвинения со стороны Анкары в ведомстве назвали голословной пропагандой. О том, что российский Су-34 в минувшую пятницу якобы пересек границу, накануне заявили в турецком МИДе. При этом там утверждали, что радиолокационные станции страны неоднократно предупреждали военный самолет, причем сразу на двух языках. Вот что на это ответили в Москве. Уверен, что даже турецкие специалисты ПВО знают, что радиолокационные станции, радары, осуществляющие контроль воздушного пространства, могут фиксировать лишь высоту, курс и скорость объекта в воздухе. Ни один из подобных радаров не способен установить тип и государственную принадлежность воздушного объекта России или возглавляемой США так называемой антиигиловской коалиции. Говорить всерьез о том, что с помощью этих радаров кто-то кого-то еще и предупреждал на русском и английском языках, могут лишь безграмотные пропагандисты, насмотревшиеся голливудских боевиков. Со своей стороны можем категорично заявить, что ни российскими средствами ПВО в Сирии, ни сирийскими РЛС контроля воздушного пространства никаких нарушений сирийско-турецкой границы не зафиксировано, не говоря о том, что каких-либо голосовых контактов турецкой стороны с нашими пилотами уже давно нет. Продолжение следует...